Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию, по просьбе моих друзей, мурманчан и сибиряков, связать простенькую мушку для Хариуса на мое усмотрение. Давайте приступим. Я закрепил глазки, взял крючок Тимка 200Р номер 12, огрузил свинцом, прокатал его так, чтобы у меня была небольшая конусность. И теперь будем крепить с вами материалы. Мне потребуется немножко вот такого люрекса. Если его нет, можно использовать проволоку. Любой другой материал, который у вас имеется, проволока, леска, крепим его там, где должна у нас находиться грудка. Минимум будут материалов, и практически все материалы можно будет заменить. Доходим почти до начала загиба. Слегка вот так приплюснем наш свинец. И подровняем теперь наше тело, чтобы оно было несколько симпатичное. Для этого сильно не надо, потому что даббингом мы все равно вскроем. Главное обмотать так, чтобы у нас не проявился свинец. Сильно не усердствуем. Уводим нить до почти середины загиба. Ставим крючок в удобное положение. У меня имеется в наличии, как я уже показывал, вот такие наборы пряжи. Она вот так вот и есть в наборе. Я отрезал просто лишь кусочек. Это штапельное волокно шерсти. Как вы видите, достаточно удобно выбрать нам любой, какой нас будет интересовать сегмент. С рыжинкой, с зеленинкой, с равянистым таким оттенком. Любой, какой нам понравится. И длина волокон у нас будет красивая, одинаковая. Я возьму вот так, вытащу кусочек штапельного нашего волокна. Одну прядь одного цвета и немножко рыжее и зеленого другого цвета. Это все вытаскивается от начала и почти до самого конца. Вот так вот штапельным волокном. Теперь нам необходимо из этих двух прядей создать одну, добавить или убрать, допустим, вот как у меня вышло, что зеленого несколько больше. Я беру вот так, докладываю. И часть зеленого волокна, который я считаю, что у меня будет немножко лишним, я убрал. И вот так нам можно подровнять всю длину, чтобы было у нас значительно ровнее. Подровняли. Берем теперь слегка, касаясь только лишь нашей нитки, подхватим у основания так, чтобы вот она у нас прихватилась. Подводим теперь к телу, делаем один оборот, как я говорил уже. И теперь уже, учитывая то, что наша шерсть здесь прихватилась, мы начинаем формировать тело, не забывая подматывать периодически нашу шерсть. Учитывая то, что мы уже ее подкрутили, и она у нас штапельная, очень удобна для изготовления тела. Тело получается у нас нерыхлым, достаточно объемное и в то же время крепкое. Подравниваем, сколько нам необходимо, подкручиваем, и доходим с вами до уровня крепления вот грудки, где мы будем изготавливать с вами грудь. Здесь остатки нашего даббинга надо убрать. Закрепим и удаляем остатки. Аккуратно, учитывая то, что обмотка у нас проводилась, хоть и крепкая, теперь выберем определенный шаг, с которым нам необходимо, выполним обмотку нашим люрексом. Это для нас будет как дополнительно привлекающий элемент. Закрепили наш люрекс, остатки удаляем. Теперь нам понадобится с вами или полиэтилен, или как обычно я уже использовал из наборов пленочка фирмы Хэнс. Это обыкновенные вот такие, как я вам показывал, вот такая вот пленка в таких наборах. Она разная, но скажу вам сразу, что по сравнению с полиэтиленом она не настолько долговечная. Слегка край срежем на косую и здесь же сверху закрепим. Это собирательный образ, будем говорить так, и ручейника, и бакоплава, но в основном она должна у нас напоминать свободно живущего ручейника, или ручейника, которого вытащили только что из домика. Теперь в качестве лапок мы должны использовать с вами перо. Я подготовил вот такое, подобрал перышко крашеное. Куропатки, ближе к шее. И теперь с вами закрепим его так, чтобы потом можно было переломить и изготовить нам лапки. Величину подберете для себя уже сами. Это все зависит от размера вашего крючка. Крепим сверху. Остальное проматываем, оно нам не мешает. Годится. У ручейника, как обычно, грудка значительно темнее, чем другие части. Поэтому я возьму сейчас вот черный даббинг, который у меня получается из остатков меха-писца. Слегка промажем, клеим нашу нить. И сформируем даббинговую нить с нашим мехом. Стараемся не сильно, но в то же время, чтобы было достаточное количество. Закрепили на нашу нитку. И теперь, как обычно, я беру, просто сперва прокрутил, а потом только лишь рукой начинаю помогать схватывать свой даббинг. Он сам становится на свое место. И удерживая нить, выполним обмотку. Грудка должна у нас быть достаточно пышной. Поэтому, если будет недостаточно даббинга, лучше, конечно, добавить. Вот приблизительно столько будет достаточно. Чтобы не менять нить, я слегка подкрашу ее в черный цвет. Теперь нам с вами необходимо наклонить вперед перышко и выбрать, отобрать определенное количество лапок, которые будут у нас выполнять функцию лапок у нашего ручейника. Работает наша нимфа круглый год, поэтому хорошо работает и в зимней рыбалке. Это уже проверено на наших водоемах, уже проверено годами. В зависимости от величины крючка, можно подобрать для себя симпатичную приманку. Остатки удаляем. Немножко нанесем теперь лак, клей на нашу нить, чтобы не обматывать 325 раз в одном месте. И нам необходимо сразу будет, сейчас слегка расправим наши лапки, наклонить, подкрасим в черный цвет. Немного изнутри пленку, ну и верхнюю часть нашей мушки. Наклоняем вперед аккуратно, не подламывая лапки. Натягиваем так, чтобы у нас мы смогли симпатично промотать сперва у колечка, а потом переломить и закрепить уже окончательно там, где наши глазки. Отрезаем пленку и делаем уже завершающий узел. теперь нам с вами остается только лишь слегка подкрасить верхнюю часть чехольчика наши глазки. И вот такая нимфа, которая собирательный образ, готова к работе. Скажу вам еще раз, достаточно уловистая и привлекательная приманка. Работает круглый год. Цвета и все остальное можно подбирать, как вы сами захотите. Ну, а принцип вам уже понятен. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!